На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Федерация хоккея Беларуси подвела итоги по посещаемости матчей хоккейного чемпионата Беларуси сезона 2019-2020. В среднем на каждый матч приходили 835 человек. В прошлом году эта цифра достигала лишь 670. Наиболее успешно болельщиков привлекали три клуба. Гомель, Брест и Новополоцкий химик, у которого, к слову, и зафиксирован максимальный прирост зрителей 90%. У Гомеля и Бреста 85 и 83% соответственно. Самые посещаемые матчи в этом сезоне у Рысей. 1675 зрителей на трибунах за игру в среднем. Почти на сотню отстает Оршанский локомотив 1577 человек. Тройку лидеров замыкает Могилев. 1488 болельщиков на трибунах. Напомню, чемпионом этого года стала столичная юность. Менчане завоевали девятое золото в истории клуба. По одному есть у Жлобинского металлурга и Гомеля. Подведены итоги детско-юношеской волейбольной лиги. Мяч над сеткой и соревнования в сезоне 2019-2020 также завершились досрочно. Отмечу, что команды-участницы не сыграли в финальных этапах. Они были запланированы на апрель и май. По итогам соревнований победила дружина с дюшор волейбольного клуба «Минск». Наш регион представляла Мозырская с дюшор жемчужина Полесья, которая остановилась шаги от пьедестала и заняла четвертое место. На спортивных объектах Гомельщины учебно-тренировочный процесс продолжается. Областной дворец водных видов спорта не исключение. Мы посетили тренировку по прыжкам в воду. Количество детей в этой секции уменьшилось наполовину, но занятия проходят в штатном режиме. Юные атлеты посещают бассейн и зал. Позже выйдут на улицу, когда погода станет теплее. Тренируемся, все, ничего не поменялось. Детки ходят, правда, не все, но ходят. Так, все хорошо. Половина деток ходит, вторая половина родителей, получается, ограничивает то, что переживают за здоровье. Я так понимаю. В это время ведется подготовка к Олимпийским дням молодежи. Турнир планировался на начало мая и должен был пройти в Минске. Однако в связи с эпидемической обстановкой Министерство спорта и туризма приостановило проведение спортивных мероприятий с участием детей и подростков до конца мая. О переносе турнира сообщат позже. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok